Приветствую вас, уважаемый мотоциклист! В этом ролике я вам расскажу и покажу, как определить размер шлема, предупрежу об опасности, возникающей при выборе мотошлема, и расскажу о способе подгонки шлема под свой размер. Это важная тема, о которой умалчивает большинство продавцов. Незнание основных моментов, погоня за сиюминутной псевдоэкономией ведет к потере денежных средств. К примеру, вчера читал объявление, то ли ВКонтакте, то ли на Авито, человек пишет, продам два шлема Schuberth C3 Pro по цене 24 тысячи, шлемы новые, в коробке, размер не подошел. Давайте прикинем математику. Пускай он их взял с хорошей скидкой тысяч по 30, сейчас они где-то в районе 40 плюс-минус стоят. В результате он купил 60 плюс на доставку пару тысяч, 62 тысячи. Сейчас, дай бог, если продаст за 48, и то если ему реально удастся. Итого минус 14 тысяч. Ну, вот такой самый простой расклад. Уловили момент? Вместо экономии 20 тысяч рублей он получил убыток 14. И это при том, если ему удастся эти шлемы продать. А если ограничения в денежных средствах, то придется покупать не то, что хотел, а то, что есть. То, на что хватает денег. Меня зовут Гажа Юрий. Я вожу мотоцикл с 2005 года. А с 2011 года, с момента основания Мотокомфорта, через мои руки прошли сотни шлемов. И от покупателей наслушался десятки историй. Там об авариях, об удачных, неудачных покупках. Поэтому некоторый опыт есть. И я делюсь им с вами. Скорее всего, этот ролик будет неинтересен тем, кто давно ездит на мотоцикле. Уже несколько раз покупал экипировку. Этот ролик будет интересен, скорее всего, тем, кто только приступил к вопросу выбора шлема. О категориях шлемов мы сейчас не разговариваем. Это можете посмотреть отдельный ролик. А сейчас мы говорим именно о подборе шлема по размеру. Итак, первым делом измеряем окружность головы вот такой вот сантиметровой лентой. Делается очень просто. Вот так вот берем над ушами. И по кругу измеряем. Смотрим. Вот у меня четко 57 сантиметров. По большинству таблиц это размер стандартный, такой M. И сейчас я покажу, с чем в реальной жизни можно столкнуться. Для примерки и ношения шлема мы рекомендуем пользоваться подшлемником. Или балаклавой еще называют. По двум причинам. Первое. Легче надевать-снимать. Ваши уши останутся целыми. Вот и второе. Это гигиеническое. Каждый день вы подшлемник постирать можете. А каждый день шлем стирать навряд ли будет. Итак, давайте посмотрим. Вот шлем Scorpion Exocombat. Размер M. И вот он на меня маловато. Давит. Шлем Scorpion Exo 510 Air. Тоже давит. Вот жутко. Вот в этих местах. Хотя размер 57-58. Это шлем LS2 393. Сел хорошо. Но модуляры обязательно надо мерить с закрытой защитой челюстью. Потому что она сдвигает вот эти вот бока шлема. Ну, нормально. Сел хорошо. Сидит плотно, как и должен быть. Вот видно, что шлем мы двигаем и кожа вместе с ним двигается. При этом ничего не давит. Это 399-я модель LS2. Этот шлем тоже на меня сел хорошо. Закрываем защиту челюсти. Он чуть посильнее вот здесь вот сжимает. Но в целом все хорошо. Ну, а сейчас самое интересное. Этот шлем размера L. По таблице он идет на голову размером окружности 59-60 см. Хотя у меня 57 см. Напоминаю. Ну, еще вот интересный момент. Хороший, дорогой, классный, красивый шлем. Размер 57 см. Это шлем RUF французской фирмы. Надеваем. И вообще, ну, быть в нем невозможно. Давит просто нереально. Причины, по которым размер шлема может не совпадать с размером окружности вашей головы. Ну, первое, это то, что производитель не придерживается своей размерной сетки. И это происходит как у производителей в среднем сегменте шлемов, да, так и у производителей в дорогом сегменте. Вторая причина – это то, что форма головы не всегда совпадает с формой шлема. Дело в том, что даже при одной и той же окружности головы могут быть там вытянуты вперед или в стороны, или полностью круглые. И от этих особенностей тоже зависит, как шлем сядет на голову. То есть, например, вы можете там подобрать себе модель, сказать, я хочу вот такой вот. И вам может не подойти ни М-ка, ни Л-ка. У меня такой случай был, я там насмотрелся на шлем, на картинках, все. Мне очень сильно его захотелось, но приезжаю в магазин, я М-ку мерю, он мне давит. Л-ку надеваю, Л-ка болтается. Ну, в таком случае надо уже выбирать или другую модель, или другой бренд. Я встречался с такими случаями, когда к нам приходили покупатели подбирать шлем, и шлем не подходил по высоте. Человек надевал шлем на голову, и у него нижняя часть подбородка была ниже нижней кромки шлема. Ну, представляете, да, с чем можно столкнуться? По нашим наблюдениям, когда человек заказывает шлем дистанционно, и не пользуется дополнительной информацией или помощью продавцов, то вероятность не попадания в размер где-то процентов 30. Ну, вот так, навскидку. Ну, с магазином понятно, да, приходишь, есть выбор, там померил, размер выше, размер ниже, там прикинул разные модели, можно выбрать шлем, да. Как же выбрать шлем дистанционно своего размера? Ну, первое, самый такой надежный, простой способ, это находим человека в своем окружении, там, друг или товарищ мотоциклист, у которого есть шлем нужной модели нужного размера. Просите у него, примеряйте, смотрите, если подходит вам этот размер, эта модель, то можно смело заказывать такой же шлем в интернет-магазине. Второе, если у вас такой возможности нет, измеряем окружность головы, как я только что показывал. Третий шаг, берем таблицы размеров шлемов и находим размер шлема, соответствующий окружности вашей головы. Под видео я дам ссылку на страницу, где есть разные таблицы для разных моделей и брендов шлемов. Четвертый шаг. Мы спрашиваем, вот, вы заказываете шлем и обязательно спрашиваете у продавца соответствие фактического размера, заявленному в таблице. Многие магазины не запариваются с этим, купил-купил, все, как бы, до свидания. Вот, мы кровно заинтересованы в том, чтобы подобрать вам правильный размер, потому что у нас вторая обменная доставка происходит для вас бесплатно за наш счет. Поэтому нам выгодно с первого раза подобрать вам правильный размер. Проверяем надежность продавца. Смотрим соцсети, инстаграмы, там, фейсбуки, отзывы на Яндекс.Маркете. Что о нем пишут? Спрашивайте у живых людей, кто пользовался их услугами, можно ли доверять этому продавцу. Также на нормальных сайтах нормальных продавцов есть юридические данные, там, ИНН или ОГРН. Вы можете взять эти цифры и на сайте налоговой службы проверить это юридическое лицо. Дальше, шестой пункт. Уточните вопросы, касаемые обмена и возврата. Официальные, нормальные продавцы, таких большинство, конечно, они нормально идут на обмен и на возврат. Но надо понимать, что в сети полно мошенников, которые создают фейковые сайты, фейковые страницы, выставляют мототовары со сниженными ценами, получают деньги и пропадают. Если по всем пунктам достигнуты нужные вам условия, то можно смело заказывать этот шлем и он подойдет вам с большой долей вероятности. Даже если не подойдет, то с обмена и возвратом проблем не будет. Да, я обещал вам рассказать о том, как подогнать шлем по своему размеру. Этим способом пользуются, когда больше делать нечего, когда невозможно там шлем обменять, что-то там с ним сделать, продать, а ехать завтра надо. Ну, кстати, вот я когда покупал свою первую экипировку, там, ну, я покупал и шлем, и костюм, и, слава Богу, там была возможность обменять. Я вот купил, приехал домой и смотрю в зеркало что-то не то. Костюм как-то болтается. Ну, я первый раз выбирал экипировку, я не знал, как она должна сидеть. Вот, на шлеме там отвалились какие-то пластмасски, и на следующий день я приехал в магазин, со мной работал уже другой продавец, и он подобрал все как надо. Ну, мне очень нравилась эта экипировка, поэтому важно не только, что ты покупаешь, но важно и у кого ты покупаешь. Так вот, возвращаясь к размеру, если шлем маломерит, то можно поступить вот таким вот образом. Внутренняя часть в шлеме состоит из пенополистирола, русскими словами пенопласта, и его можно пальцем просто сжать, смять в тех местах, где вам давит. Если же шлем большеват, то вот здесь есть подкладка, и под эту подкладку можно положить в нужных местах поролон. И еще раз повторюсь, что данным способом следует пользоваться, когда других решений совсем нет, так как все же безопасность снижается. Итак, в этом ролике я вам рассказал, как определить размер шлема, как подойти к покупке шлема именно своего размера. И рассказал, как подогнать шлем, в крайнем случае, под свой размер. Ну и помним, что каждый мотоциклист, который ездит без шлема, знает, что мухи на вкус как воробьи. Спасибо за внимание, и желаю вам мотокомфорта! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok